Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Волейболисты Новы стали чемпионами России в высшей лиге А и получили право на выход в сильнейший волейбольный дивизион страны. Подробности в рубрике «Новости спорта». Глава Самары Елена Лапушкина призвала жителей проголосовать за благоустройство городских территорий. В своем телеграм-канале глава города напомнила, что 15 апреля началось итоговое рейтинговое голосование за объекты, которые могут быть благоустроены в следующем году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Нацпроекта «Жилье и городская среда». Отбор общественных пространств начался в январе. На основе предложений жителей был сформирован топ-20 территорий для рейтингового голосования. Перед его началом в каждом районе города проходили общественные слушания. Каждый мог внести свои предложения, в том числе онлайн. После этого проекты были доработаны с учетом предложений. В городе уже заметны результаты реализации этого национального проекта. В прошлом году на территории, прилегающей к зданию бывшей фабрики кухни, появился сад баланса и был благоустроен сквер памяти борцам революции. Ранее по этой программе обновили сквер на Авроре, Крымскую площадь, скверы Фадеева и Речников. Проголосовать за территорию, которую именно вы видите обновленной, можно до 30 мая на платформе 63.городсреда.ру. Через госуслуги, а также с помощью волонтеров. Профильные городские службы Самары продолжают наводить порядок в рамках месячника по благоустройству. После уборки снега и мусора, которые скопились на уличнодорожной сети города за зиму, приступили к следующему этапу – ремонту и покраске элементов благоустройства. На сегодняшний день в городе планируют починить около полутора тысяч метров поврежденных ограждений и покрасить порядка 7 тысяч метров. Сейчас покрашено 15% ограждения от общего объема и отремонтировано около 500 метров. Следующий этап – это покраска и ремонт урн, которых расположено на уличнодорожной сети. У нас покраска запланирована 2500 урн. Сейчас порядка 10% покрашено. Предварительно идет мелкий ремонт, то есть, если они помят, их выправляют, после чего очищают и красят. Также в текущем году планируют установить около 300 новых урн для мусора. Они появятся вблизи остановок общественного транспорта и на городских перекрестках. В Самаре в рамках месячника по благоустройству приводят в порядок и мемориальные сооружения. Сегодня работы проводили у обновленного дворца спорта – мыли памятник Владимиру Высоцкому. Уборку проводят специальными средствами, которые бережно относятся к граниту, мрамору и бронзе. Подробнее в репортаже нашей съемочной группы. Чтобы привести в порядок памятник Владимиру Высоцкому после зимы, требуется автоцистерна с водой, небольшой подъемный кран, чтобы добраться до поверхности на высоте, и моющие материалы. Сначала рабочие смывают накопившуюся пыль, а затем начинают обработку специальными средствами в соответствии с техническим заданием. Моющая химия, она, соответственно, нейтральна. Нейтрально по щелочу, соответственно, очищает и вымывает. Разбавляется с водой, наносится на поверхность монументального сооружения и, соответственно, потом смывается водой. Сам памятник находится под ответственностью муниципальной организации, Центр технического и хозяйственного обслуживания. Всего учреждение обслуживает более 60 мемориальных объектов, среди которых памятники федерального и регионального значения. В месячник по благоустройству проводят комплексные работы, затем поддерживают порядок в течение всего года. В рамках обслуживания объектов монументальных сооружений проходит в зимнее время суд. Конечно же, это сухая чистка. Как только погода налаживается, а вы видите, солнце нас радует. Мы уже проводили и в том числе влажную уборку. Весеннюю помывку памятников планируют закончить к майским праздникам, поскольку приведение в порядок монументов имеет свои особенности. Заканчивая процесс мойки, рабочие натирают поверхность памятника специальной химии, которая в течение следующего года будет защищать его от солнца, пыли и влаги. Таким образом, даже в ноябре, когда здесь, во Дворце спорта, будут отмечать 55-летний юбилей тех самых знаменитых концертов Владимира Высоцкого, памятник встретит гостей чистым и аккуратным. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Отметим, что месячник по благоустройству продолжается. 23 апреля состоится общегородской субботник, принять участие в котором может любой житель Самары. Необходимый инвентарь можно получить в своей обслуживающей организации. 20 апреля в Самаре официально стартует новый парковый сезон. Профильные специалисты сосредоточены на подготовительных работах, которые проводятся и в рамках городского месячника по благоустройству. Нужно привести в порядок и продезинфицировать аттракционы. Так, в парке имени Гагарина привозят в порядок 55-метровое колесо обозрения. О чистоте и безопасности даже на высоте птичьего полета в репортаже наших корреспондентов. Высокие устремления, помноженные на максимум старания, чтобы самый большой аттракцион Самары, 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина, был чистым, комфортным и безопасным. Квартет уборщиков на мойку и дезинфекцию одной кабины тратит около 15 минут. Их на объекте 24. Очищают сначала снаружи, потом внутри. С помощью мойки высокого давления с применением биоразлагающего вещества и воды. Приводят в порядок и перрон. Также очищают и проверяют работу сплит-систем, кондиционирования и отопления. Во время запуска аттракциона утром, если контролер и ответственный за эксплуатацию объекта понимает, что в кабине холодно, то отопление включается во всех кабинах. Кабины прогреваются. Если мы понимаем, что температура воздуха уже плюс 15 и выше, и в кабине может быть душновато и некомфортно, включается система кондиционирования. Главная задача – успеть закончить все подготовительные работы до начала открытия нового паркового сезона. Официально он стартует уже завтра, 20 апреля. Мы готовим колесо, моем как дома, чтобы у нас оно было чистое, уютное, чтобы людям было приятно прокатиться. Кассир аттракциона Наталья Лосенкова рассказывает, по будням на Самару с высоты птичьего полета смотрят порядка 300-400 человек, по выходным – полторы тысячи. За санитарным состоянием кабин колеса обозрения сотрудники следят постоянно. После каждого посетителя происходит осмотр и при необходимости уборка. С очень хорошим настроением мы с детьми сюда все время приходим, ждали, чтобы запустились все аттракционы. Здесь хорошо, здесь все следят, так что нет никаких вопросов к парку. Кроме колеса обозрения, в парке Гагарина доводят до блеска все аттракционы. Генеральная уборка территории началась несколько недель назад, когда стартовал месячник по благоустройству. Ворошили снег. Сейчас завершают уборку осенней листвы. Занимаются подбором мусора санитарной обрезкой веток, кронированием деревьев, восстановлением тротуарной плитки. Обновят газоны, посадят цветы. Прогулочные зоны моет поливальная машина. Кафе и другие объекты потреб рынка готовы к приему гостей. Как и главная достопримечательность парка – колесо обозрения. С начала нового сезона оно работает с 10 утра до половины десятого вечера. Генеральная уборка аттракциона, которая эксплуатируется круглогодично, проходит несколько раз в год. И два раза в день во время технических перерывов кабины дезинфицируют. Напоминаем, месячник по благоустройству продолжается. Основной общегородской субботник пройдет 23 апреля. Любой желающий может присоединиться к наведению чистоты. Выдачу инвентаря жителям организуют управляющие компании, ЖСК, ТСЖ, ТСН и другие обслуживающие организации. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. За сутки в Самарской области зафиксировали 199 случаев заболевания коронавирусом. Число заболевших в регионе – 380 123 человека. Такие данные во вторник, 19 апреля, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 127 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 369 989 пациентов. В Самарском регионе развернуто более полутора тысяч коек в 22 медицинских учреждениях для лечения больных с COVID-19. В стране продолжается прививочная кампания, поскольку вакцинация остается единственным надежным средством в борьбе с инфекцией, рассказывает руководитель информационного центра областного оперштаба по борьбе с коронавирусом Дмитрий Константинов. Вакцинация от коронавируса рекомендуется каждому взрослому и подростку старше 12 лет. Но в первую очередь она показана людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, сотрудникам медицинских образовательных учреждений и социальным работникам. Это группы, подверженные высокому риску заражения. На сегодняшний день прививки от COVID-19 сделали более 1 миллиона 718 тысяч жителей Самарской области. Это 54,5% от численности населения региона. Повторную вакцинацию прошли свыше 413 тысяч человек. Пациенты, которые лечатся от коронавируса амбулаторно, получают бесплатные лекарства. По словам медиков, при сегодняшнем уровне заболеваемости препаратов хватит надолго. Как назначается лечение в нашем сюжете. Число заболевающих коронавирусом в Самарской области не превышает 200 человек в сутки. При таком развитии ситуации регион обеспечен лекарственными препаратами на длительный период. Все пациенты с COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении, бесплатно обеспечиваются лекарствами. Это коронавир, орбидол, ингалятор, пульмикорт. Но какие именно лекарства назначить, решает врач. Спектр лечения данными препаратами достаточно большой. Но хочу здесь отметить, что показания для применения того или иного препарата, который входит в стандарт лечения, определяет доктор. Тот, кто увидел пациента, определил заболевание. И с учетом показаний или противопоказаний уже назначает подбор терапии. Пациент 15-й поликлиники Инжу Фазулова прививку от коронавируса сделала прошлой весной. А спустя полгода заболела. Появились кашель, головная боль, высокая температура. Анализ на COVID-19 оказался положительным. Я прикреплена к 15-й поликлинике. Я обратилась сюда. И как был положительный результат коронавирусной инфекцией. Меня сразу же ко мне начали приходить врачи домой наблюдать. Они наблюдали за мной, выписали мне бесплатные лекарства. И каждый день обзванивали. В 21-м году в 15-й поликлинике лекарствами обеспечили порядка 3 тысяч человек. Было выдано около 16 тысяч упаковок. С начала 22-го года уже более 20 тысяч упаковок на сумму свыше 16,5 миллионов рублей. Средства на покупку медикаментов выделяются как из федерального, так и из регионального бюджетов. В настоящий момент у нас пациенты, которые находятся на амбулаторном этапе лечения, состоят в федеральном регистре, 100% обеспечены лекарственными средствами. Абсолютно все, кто проходит лечение на дому. При положительном анализе на коронавирус доктор выезжает к пациенту на дом. Оценивает степень тяжести заболевания, наличие хронических болезней и противопоказаний к тем препаратам, которые в поликлинике имеются. Если они не подходят, что бывает редко, пациенту назначаются другие лекарства и выдается схема лечения. Медики говорят, сейчас нагрузка снизилась вдвое. Каждый врач принимает по 15 вызовов в день. Виктория Шарая, События. Размер достойной пенсии, по мнению среднестатистического россиянина, должен составлять 45 300 рублей. Это следует из опросов общественного мнения, который провел один из сервисов по поиску работы. Стоит отметить, что эта сумма на 5% выше той, что называли россияне в ноябре 2021 года. Самые высокие ожидания у респондентов с доходом более 80 тысяч рублей. Желаемая пенсия таких граждан должна составлять 49 400 рублей. И опрошенных старше 45 лет. Желаемый размер пенсии 46 тысяч рублей. Самые скромные запросы у жителей с доходом менее 30 тысяч рублей. Им достаточно пенсионной выплаты в 38 тысяч. Также отличаются запросы у жителей разных городов. Самые высокие пенсионные ожидания в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Самые низкие в Воронеже и Ижевске. При этом больше всего запросы к размеру пенсии с ноября 2021 года выросли в Челябинске на 12%. В Самаре и Кирове на 9%. А также в Красноярске, Барнауле, Кемерово и Новокузнецке. В Волжском районе полицейские задержали подозреваемого в краже. Момент хищения продукции попал на камеры видеонаблюдения. По одежде и характерной внешности сотрудники полиции узнали злоумышленника, которого уже задерживали ранее. Уже через несколько часов подозреваемого взяли. Им оказался житель Новокубишевска, 96-го года рождения. Ранее судимый за имущественное преступление. Он признался, что похищенные банки с кофе продал случайным прохожим на улице. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Далее коротко о других событиях дня. РЖД возобновляет пассажирские перевозки с Казахстаном. Компания заявила, что в расписании возвращаются международные поезда, курсирование которых было временно приостановлено из-за коронавируса. В частности, с 20 апреля пойдут рейсы из Атырау в Астрахань. А с июня из Алматы в Саратов, Новосибирск и Казань, а также из Караганды в Самару и Омск. Казахстан требует от пассажиров из России ПЦР-тест и документ о вакцинации. Также им нужны маски. Продажу билетов на поезда откроют в ближайшее время. Египетский национальный перевозчик анонсировал прямые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Первые полеты состоятся 28 апреля. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России. Перелеты планируется выполнять ежедневно из аэропорта Домодедова на лайнерах «Аэробус-330». Ранее авиаперевозчик возобновил прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром на самолетах «Боинг-737-800». В муниципалитетах Самарской области повысит нормативную стоимость квадратного метра жилья, которая приобретается по госпрограммам. В ближайшие дни выйдет соответствующее постановление правительства. Для Самары рост составит 29%, для Тольятти – 30%. Речь идет не о рыночной стоимости квадратного метра жилья, а о нормативе, который используется для закупки жилья у застройщиков. Таким способом власти планируют компенсировать выросшие цены на стройматериалы и выполнение работ. В ближайшие три года в Самарской области собираются расселить 17 800 человек. Для этих целей потребуется более 80 тысяч квадратных метров жилья. Об этом на совещании с главами муниципалитетов и региональным Минстроем сообщил председатель правительства Самарской области Виктор Пудряшов. Из бюджета региона в связи с ростом стоимости жилья дополнительно выделили 3 миллиарда рублей. И еще порядка 4 миллиардов запланируют в трехлетнем бюджете, чтобы компенсировать возросшую нормативную цену. В Самарской луке увеличилась численность зайцев-русаков. Если в прошлом году было 170, то в этом уже 286. А вот количество зайцев-беляков наоборот уменьшилось. С 827 особей до 492 рассказали в пресс-службе национального парка. Там также зафиксировали резкое падение численности кабана. Оно вызвано африканской чумой свиней, вспышку которой отметили на территории Самарской луки в феврале 2020 года. В настоящее время на территории национального парка обитают 947 косуль, 265 лосей, 1 волк, 313 лисиц, 165 куниц, 25 белок и 5 благородных оленей. Автоваз 6 июня и до конца лета переходит на четырехдневный режим работы. Сейчас сотрудники предприятия находятся в корпоративном отпуске, который продлится до 24 апреля. Из 72 организаций автокомпонентной отрасли 33 предприятия также находятся в корпоративном отпуске. При этом 19 организаций продолжают работать частично в режиме неполного рабочего дня. С начала прошедшей недели 674 работника предприятия автопрома приступили к общественным работам. А всего в апреле в рамках работ будет задействовано почти 4000 сотрудников. В мае эта практика будет продолжена. 52 года назад, 19 апреля 1970 года, со сборочного конвейера Воложского автомобильного завода сошел первый автомобиль ВАЗ 2101, прозванный Советском Союзе «Копейкой». Он стал настоящим народным автомобилем и на момент начала производства был самым комфортабельным в своем классе, одним из наиболее современных и надежных отечественных автомобилей, что сделало обладание им признаком достатка и благополучия. За выпуск этой модели в мае 1972 года ВАЗу вручили международную премию «Золотой Меркурий». Это своеобразный «Оскар» европейской торговли. За 14 лет автозавод выпустил 2,5 миллиона копеек. Россияне признали Самару одним из наиболее популярных туристических городов. Об этом сообщает телеграм-канал правительства России со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову. Областную столицу чаще всего выбирают в качестве культурно-познавательного отдыха. Предпочтение в данном направлении жители страны также отдают Калининграду, Нижнему Новгороду, Казани, Ярославлю, Владимиру. Туристов привлекают богатая история, хорошая городская среда, исторические центры, обширная культурно-познавательная программа. Глава Ростуризма также обратила внимание, что во всех указанных регионах можно проживать как в больших городах, так и за их пределами. Это позволяет совмещать культурно-познавательный отдых с элементами рекреации. Турпоездки в этом летнем сезоне подорожали на 10%. В том числе и в Самарскую область. Однако спрос на отдых на Волжских берегах не упал. Откуда приезжают отдыхать в 63-й регион и чем он привлекает туристов – в нашем сюжете. Модернизация и расширение туристического бизнеса в Самарской области идет семимильными шагами. Поделился своим опытом с коллегами Александр Олешков. В его кемпинге на берегу Волги в этом сезоне появились домики со всеми удобствами и увеличилась многократно развлекательная сеть – от байдарок до игровых площадок. Предприниматель ориентируется на потребителя, а он готов платить на отдыхе за комфорт и развлечение. На вид отдыха на воде спрос просто колоссально растет. Будем оказывать услуги по перевозке экскурсионным маршрутам, потому что в поле нашего зрения даже с площадки из домов гора Стрельная, Шалыга, Середыш. Соответственно, места, которые все больше и больше пользуются спросом и популярностью людей. Новый туристический сезон не за горами, и туристический бизнес надеется, что в этом году ограничений из-за коронавируса будет меньше, а поток отдыхающих будет больше, чем в предыдущие годы. Поэтому цены на рынке выросли на проживание на 10% и на питание на 15%. Зато качество услуг и размещение улучшилось. Тем более, что отдыхать в России стало выгодно. Продолжает действовать туристический кэшбэк. Компенсация государства составляет 20%. Для детей путевка обойдется наполовину дешевле от заявленной цены. Тот, кто еще не определился, куда направиться на отдых своих детей, они могут сделать это в самое ближайшее время. По детскому кэшбэку на сегодняшний момент речь идет об отдыхе, который продлится до 30 сентября включительно. В Самарской области отдыхают не только местные жители, но и гости из других регионов. Едут семьями за тысячи километров. Иногда по пути на Черное море, остановившись переночевать, остаются до конца отпуска. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Вейлиболисты Новы стали чемпионами России в высшей лиге А и получили право на выход в Суперлигу – сильнейший волейбольный дивизион страны. В финальной серии до трех побед волжане одолели Челябинское Динамо, одержав две победы на выезде и закрыв серию на домашнем паркете. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». В концовке регулярного чемпионата волейболисты Новы проиграли несколько ключевых матчей, заняли второе место и в финале потеряли преимущество своей площадки. Как оказалось, большого значения для волжан это не имело. Новокуйбышевцы на выезде дважды смогли одолеть Челябинское Динамо с одинаковым счетом 3-1. И в третьем матче серии, первым домашним, Новы имело шанс оформить чемпионство. С первой партии волжане показали сопернику, что не собираются откладывать с этим до следующих игр – 25-18. Когда команда играет примерно равного высокого класса, то есть тяжело игры проходят, что в принципе было и на выезде в Челябинске, и сегодня дома. Все хотели выиграть. Мы, скажем, не то, что больше хотели, но удача была на нашей стороне. Но без борьбы гости сдаваться не собирались и показали свою силу во второй партии. Челябинцы смогли выиграть затянувшийся сет 27-25 и сравнять счет в матче 1-1. У них сплав молодости и пару опытных людей, которые, как сказать, держат команду. Это Паночев-Мочелов, ну и остальные восходящие звездочки. И если у них летит подача, то с этим сложно что-то сделать. Но мы выстояли. Было непросто, скажу честно, было очень непросто. После этого волжане не отдали соперникам ни одной партии – 25-19 и 26-24. Победа в матче 3-1, 3-0 в серии и Нова забирает чемпионский кубок. В начале сезона команде была поставлена задача войти в тройку. И по ходу выступления в процессе сезона, в процессе регулярного чемпионата, мы поняли, что у нас достаточно сильный коллектив, который очень амбициозен, боеспособен. И поэтому мы немножко подкорректировали задачу и поставили задачу войти в двойку. Но, конечно, то, что случилось сегодня, это, наверное, все-таки превзошло ожидания. Хотя мы шли к этой цели. Это чемпионство Высшей Лиги А для Новой стало вторым в истории. Первый трофей был завоеван в 2008 году. Теперь команде предстоит вновь покорять сильнейший дивизион страны – Российскую Суперлигу. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Администрация Ленинского района Самары проводит в своем телеграм-канале опрос для предпринимателей региона. Владельцев бизнеса, руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых просят оценить доступность и востребованность мер поддержки, действующих в период распространения санкций. Заполнение анкеты займет не более 15 минут. Пройти опрос можно до 22 апреля. В военном комиссариате промышленного района работает горячая линия по вопросам призыва граждан на военную службу. У призывников и их родителей всегда есть вопросы, связанные с правами и обязанностями, предоставлением отсрочек от армии, местом будущей службы и многое другое. Военный комиссариат промышленного района напоминает, что ответит на все вопросы и поможет разобраться в любой сложившейся ситуации по вопросам призыва граждан на военную службу. Телефон горячей линии 8-987-950-23-90. Время работы с 9 до 16 часов. Администрация железнодорожного района сообщает, что 20 апреля в Самарской области отметят национальный день донора крови. Впервые петербургский акушер Андрей Вольф применил переливание в 1832 году, чтобы спасти женщину с акушерским кровотечением. Спустя почти два века с момента первой трансфузии донорства крови по-прежнему остается единственной возможностью спасения для многих больных. Акция день донора пройдет 20 апреля в Самаре на станции переливания крови с 8 до 13 часов ждут всех желающих. В дни религиозных праздников на Пасху, Красную Горку, Радоницу, в Троицкую и Родительскую Субботу, а также в День Победы в Самаре традиционно будут работать автобусные маршруты, осуществляющие перевозки к городским кладбищам. Стоимость проезда на маршрутах, как в муниципальном транспорте. Предусмотрены все виды льгот по действующим на территории города тарифам, сообщает телеграм-канал Вести с Дворянской. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова